это вот это россия границ вот те вот холмы вот это вот как бы вот наш рубеж и здесь вот это вот наши вопы находятся до противника от этой точки пять с половиной километров они могут уничтожить технику на расстоянии даже 7 километров до сюда они могут достать танком навесом до сюда не могут достать артиллерии там стоит противник не меньше ну полка танкова это на нашем направлении плюс приданные силы они очень серьезные строят там укрепрайон плюс постоянно проводят разведку дыры то есть ну как бы война не закончилась тоже они ушли за границу если бы они там сидели спокойно но все было бы замечательно нет они уничтожают гражданские машины они бьют по нашим позициям война война тут нормально чувствуется то есть тут постоянно 300 и 200 гибнут люди и бьют они не только здесь где мы находимся далеко и за нами бьют не тут села кошмарят обстреливать натаскивает своих набрали эти мобилизованные подразделения выгоняют допустим там дивизион какой-то свой и начинают просто отрабатывать танкиста своих натаскивает они уже поняли что вот это скандычка не получится там так раз с насколько просто зайти или просто поэтому они готовятся очень усиленно готовят есть информация что тоже стороне был там возле одного населенного пункта артиллерийский обстрел нам надо выяснить конкретно где это произошло и чем именно велось уражение вот тут были прилеты вон видим к 34 свежих прилет они били не по этому полю их поле мало интересует их интересовала дорога то есть конкретно дорога то есть они ведут пристрелку дорога чтобы отрезать пути сообщения логистику отрезать у нас впереди находятся вагновые позиции к вагновым позициям надо осуществлять доставку продуктов еды боеприпасов и все если они контролируют эту дорогу вагновую значит фактически они контролируют этот регион смотрим что это такое нас интересует увидеть какой-то кусок там стали или там чугуна или хвостовик чего-то то есть вот в этот район в принципе достает именно но по воронке вот этой большой видно сразу же что работал град даже не 152 калибр то есть нас интересует где-то сама должна быть болванка града и где-то должны быть осколки но вот он вот это на своему хвостовичка направляющий вот он вот это вот конкретно этот град 122 калибр артиллерийский от него будет яма где-то вот так вот то есть залезешь яму примерно ну чуть чуть меньше чем от этой бы самая большая глубокая воронка 152 калибр это где-то ну человек в яму может стать в полный рост практически то есть вот полный рост становится и ширина воронки будет метров 5 нет вот берем замеряем 5 метров 153 калибр когда мы понимаем какое бы на панам били какое вооружение мы понимаем какой противник то есть минометы и значиме на мёд и птуры есть птуры противника надо понимать как он нас может убить иначе нам надо ему что-то противопоставить то есть вот здесь били градами у нас свои самих радов нету дамы территориальная оборона на чем мы должны сообщать старшему начальнику что 82 миномет у нас есть 82 миномет зачем мы можем уничтожить их не расчет все все очень просто понятно если 122 калибра он может быть не так далеко тоже мы можем найти где-то попробовать его уничтожить обстрел ввел противник видите но это еще раньше было уничтожили населенный пункт здесь фактически просто развалякали его да просто развалякали населенный пункт самое главное орудие это лопата укрытия самое главное жизнь спасти вот я вот всем рассказываю сидите вы там на вопах да допустим у вас там есть блиндажи укрытия ведет по вам огонь противник понятно что у людей бывает начинается паника и они залышаются позиции прячутся где-то в посадке посадка их не спасет прилетит 120 мина осколками проредит всю эту посадку все машины которые их не там стоят и всех людей которые там по убивают если у них уже есть укрепленные позиции лучше находиться в этих позициях у них есть блиндажи и окопы человек вот я вот сейчас стою на допустим выкопал себе вот такой окоп вот сколько времени надо чтобы выкопать сидячий окоп потратил там час времени ну там 40 минут выкопал себе раз я присел все я вот сидячем окопе сижу все вот я с автоматом сел и присел в окопе все если я его еще чем-то перекрыл все если конкретно ко мне сюда не прилетит снаряд но это очень малая вероятность уже человек будет живой все это будет блиндаж конкретно будет перекрываться лесом один слой потом второй слой ли сам засыпаться землей туда проводиться связь и все то есть случае вогновой атаки противника той же артиллерийского обстрела они там занимают позиции там находятся все внушу выжили люди потому что дома это не вариант там даже то что по заложили он мы же сами знаем что с ними происходит даже если прямо в него прилетит когда он будет перекрыт лесом двумя слоями то люди там выживут она даже 120 миллиметровую мину выдерживает в подразделениях ты вообще самый главный допустим это командир батальона ну или там командир бригады у него и замы и зам по выходной работе одну грубо говоря зам с морально психологичного забеспечено зараза она так называется и зам по боевой работе то есть это конкретно человек который отвечает за боевую подготовку подразделений в отделении за боевую подготовку отделения отвечает командир отделения в заводе командир завода организация всего этого отдела в батальоне лежит на заступнике командира батальона по боевой подготовки там мы постоянно подготовим проводим подготовку допустим людей нам же там дают новые виды озброенец часть людей находится непосредственно позициях то есть это спосторожные пункты и изводные опорные пункты вопы по простому название да а часть людей находятся в резервах вот с резервами мы проводим постоянно занятия все тут 1 2 3 4 5 6 7 еще 8 человек становись командир завода всегда стоян становится на эту сторону потом идет командир отделения отделения можете остановиться в две шеренги ты командир отделения до сержант 3 ты сегодня приедешь к нам на штаб мы сядем тебе дадим журнал вечерней проверки список всего по штату посмотрим кто у тебя есть блокнот зоши доведены наказов и я сяду потом я сяду с вами пообщаясь тут у вас здесь есть время во-первых помыться побриться отдохнуть от той обстановке вы сейчас как бы находитесь в тылу есть баня есть вода определяетесь на какой день давайте на воскресенье вы поедете в баню нормально помыться купить продукты вам сейчас предоставляется возможность нормально тут просто повысить вашу боевой уровень боевую готовность будут дополнительно проводиться занятия по тактической медицине по тактике по стрелковому бою буду лично я приезжать с вами проводить занятия граната и rpg если надо завтра еще приедем покажем агс у нас все спокойно по погоде вроде бы в связи с погодой никаких активных действий не вести не должны два ночи у нас боевой офицер принципе люди тут нормально все позиции держатся в порядке я хотел провести занятия смотри подашки по агсом агс 17 и мк сразу на баре садим за чем века зуда я вам направлю а первый год вас по занятий там да хорошо будем работать завтра на 11 до трошки это 24 человек отручил атика кого хотите сержантов кого присылайте с ними будем проводить занятия еще раз напоминаю как лежа вы автомат держите вот сейчас раз перевели его все почему потому что ты перещелкал у меня сейчас патрон до слан все ну вот так вот автомат не ложишь на землю не держишь почему здесь прорезь забьется грязью упал вы все время будете стрелять лежа и ты с автоматом пополз 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 занял позицию отстрелялась сторону отстрелялся занял позиции ножки прижал тоже него так вот а ножки прижал тебе удобнее стрелять и тебя не так видно лег но мы все знаем и все видим сейчас война идет технологии то есть мы уже видим применение дронов чего не было ни в другой ну не в одной другой войне такого применения дронов не было никто наверное использовал столько ракет не за одну войну поэтому конечно же сейчас в основном воюют артиллерии ну оружие все равно надо знать я даже если есть время показываю рукопашный бой людям или там ножевой бой то есть рукопашный бой ножевой бой стрелковый бой добавляет уверенность любому человек любом вот и гранатометчик я буду за заряжающего показывает что я тебе ставь на ногу ставь на ногу беру сам заряд вот видите вот она штучка вот тут прорезь я зарядил мне нельзя находиться сзади где будет труба ему сейчас нету времени смотреть за мной захожу сюда стал и вот сейчас мы так двойкой будем работать для чего ты сделал выстрел уходишь все опустил уходишь я тебя прикрываю ты ушел я ухожу понял вот так вот между деревьями видишь позицию видишь ты как ложбинка попробую в нее положить ну вот это вот между деревьями чтобы не крутить ты стреляешь прямо потому что сзади люди там то есть ту сторону не стреляешь и в тут 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 ты выбираешь цель любую какая тебе нравится между деревьями прямо ищешь просвет вот это считает твоя мишу только ты говоришь выстрел а потом только стреляешь выстрел присели отходишь отходишь ну у нас сложная работа не все люди ну были морально и психологические фахово скажем так готовы к выполнению задач там определенных поэтому постоянно надо с людьми заниматься даже те которые выехали допустим несут службу на позициях мы им делаем ротацию проводим с ними постоянно занятия сейчас с людьми поработали допустим да там рп поработали гранатой правильно показали им обращение с оружием у них с этим появляется чувство уверенности в себе вот мы с ним к ним ездим как бы на позиции они когда там видят нас допустим командиров они понимают что их там никто не бросил да и что с ними постоянно занимаются и вот у людей совсем по-другому у них уже настрой они потом просятся говорят уже хотим на выполнение той или иной боевой задачи то есть хотим их еще надо и бывает некоторых там разведку там или есть у нас такие ребята но которые уже обстреляны их еще и надо придерживать потому что они верим то мы хотим хотим куда-то ты можешь не подождите но надо определенные там силы засобы поэтому ну когда с людьми занимаешься она отдает свою отдачу